Уральская весна теплом не балует. Резкие перепады температур приводят к намерзанию льда во всех каналах и водостоках, что соответственно приводит к затоплениям дорог, мостов, тротуаров и домов частного сектора. Дом по адресу Карла Липнихта 62 оказался в непосредственной близости к реке Озерка, а поэтому пострадал сильнее остальных. Его жильцы стали в буквальном смысле водоплавающими. У меня уже котельня стала, газ затопило. Работники ЖКХ уверяют, что весной Урал превращается в Венецию. Осушить территорию всех попавших под воду не хватает ни времени, ни средств, хотя коммунальщики стараются сделать все возможное. Каждый год на проведение противопаводковых мероприятий выделяются деньги из городского бюджета. У нас есть контракт, летний период, допустим, противопаводковые мероприятия. Там заложено 200 тысяч. И перечень улиц и ливнепремный, где мы должны делать. Все мы выполняем. Оно с 5 апреля до 10 мая. Весна не знала, что контракт на противопаводковые мероприятия действует лишь с 5 апреля. Таяние снега началось раньше и довольно резко. В короткие сроки вода залила довольно большие территории. К очистке ливнестоков и кюветов от наледи службе благоустройства пришлось приступить раньше. Все поступившие жалобы от жителей по адресам Карла Липнихта, Розы Люксембург, рабочей молодежи и 25 октября были учтены. Выполнена промывка горячей водой наледи. Однако такое понятие, как частная собственность в подобных ситуациях, оборачивается не в пользу владельцев домов. Хозяева владений должны разбираться с проблемой затопления самостоятельно. Служба благоустройства приходит на выручку жителям частных домов только в экстренных ситуациях, таких как по адресу Карла Липнихта, 62. В этом году проблема одна. Воды в речке мало, и она под этим мостиком перемерзает, потому что там бетонная плита лежит. Пока в этой бетонной плите не будет канавка, чтобы вода шла по естественному грунту. Пока она не пойдет, она будет каждый год перемерзать. Там низко мост, и плиту выдавило, и образовался затор, и вода пошла сверху, и затопило огороды, дома. Ну и еще вопрос. Где-то в районе баз, вот там на народной стройке, да, просто кто-то сливает воду в эту речку. Ну это мы выясним. Вода-то, ручейок там, увидим откуда бежит. Ну и русло реки мы, наверное, в этом месте немножко углубим, чтобы она не промерзала до конца, а была немножко внизу подо льдом, чтобы вода могла спокойно уходить. Весенней проблемой стали не только затопление частных домов. Водный поток вдоль тротуара дома номер 2 по улице Воронова доставляет немало беспокойства жителям этого района уже несколько лет. Узкие проходы каналов под воду не рассчитаны на большой объем сточных вод, который заливает тротуар и дорогу весной. Поэтому проблему приходится решать заново каждый год. Тем более, что к засорившемуся каналу добавилась еще одна неприятность. Здесь стоят две трубы. Это диаметром 300-350. Произошлось смещение труб. То есть, или осадка грунта, еще одна труба сместилась в другую. И проходимость водопропускных труб мал. Поэтому вода, когда оттуда уходит большими напорами, она не справляется. По данным МЧС Свердловской области, первый пик паводков на Среднем и Южном Урале уже прошел. Второй придется на конец апреля и начало мая. А это значит, что большая вода нас еще ожидает. Продолжение следует...